Привет, друзья! Ну, вот и настал второй день. Для меня это один и тот же день, одна и та же, я не знаю, минута, когда я вот только сейчас закончил снимать первый студийный альбом Дельфина. И вот у нас на обзоре второй студийный альбом Дельфина. Так, кто пропустил первую часть, обязательно посмотрите, потому что альбом интересный, издание хорошее, лейбл нахвалил Буттинати. Ну, сразу предупрежу, что данный альбом, вдруг кто пропустил, издает Клюква Рекордс, наш российский лейбл. Сделано это все великолепно, сейчас поговорим об этом более подробно. Второй студийный альбом Глубина резкости. Очень, повторюсь, надеюсь, что ребята продолжат издавать остальную дискографию Дельфина, потому что музыка у него достаточно интересная, тексты ко всем композициям тоже вообще шикарные стихи, мне очень нравятся. Так что однозначно, да, однозначно ждем. И, ребята, большое спасибо вам за данное издание, потому что они выполнены просто на высшем уровне. Давайте смотреть. Обложка у нас, как и в первом издании, максимально глянцевая, но при этом не маркая, не пачкается, очень классно все отпечатано, все супер отремастерено, изображение, текст, название группы, ну, коллектива и название альбома. Сделано все на высшем уровне. Я доволен, что первым альбомом, что вторым. Они, благо, вышли вместе. Оба издания шикарные. Однозначно рекомендую в коллекцию. Цветов было много. Опять же, был, по-моему, и белый, и прозрачный винил. Наверное, был и черный винил, я все не вспомнил. Я себе взял именно цветные. Первый альбом на красный виниле, второй на синим виниле, прозрачном. Мне они нравятся, и я решил именно взять все цветные. Альбомы уже распроданы, пока я тут собирался обзор снимать, но ребята обещали, что летом будет допечатка. Так что ждем, и все, кто пропустил, обязательно налетаем, расхватываем. Ссылочку, естественно, на сайт Клюква Рекордс и телеграм-канал я оставлю в описании к видео. С обратной стороны у нас трек-лист, с каждой стороны пластинки, лейбл Клюква Рекордс, ну и опять же у нас тут логотип Ксеноморф Деливери. Супер, супер, опять же, все четко отпечатано. Ну и продолжим. Здесь у нас, опять же, великолепный гейтфолд, разворот. Фотографии, скорее всего, какие-то раритетные, какие-то прям вот редкие. Их отремастрили, их нашли, сделали и добавили сюда, ну прям хорошо, мне нравится. Разворот есть, но прям уже прям как будто делюкс издания. Внутри нас встречает, как и в первом издании, вкладочка и виниловая пластинка. Так, это уберем, чтобы не отвлекало. Фотографии, опять же, какие-то нашли эксклюзивные, самого Андрея. Их отремастрили, они вот, ну не знаю, мне нравится, как они сделали. Они максимально четко подошли к этому, то есть здесь вот практически каждую пору на его лице видно. Да, там не суперидеально, если сейчас снимать в 23-24 году, уже 24-й, господи. На какую-то суперновую камеру это будет все по-другому. Но, ребят, какие-то года, и для тех годов, как это сейчас отремастрили, это, ну, выглядит супер. Это очень классно. С обратной стороны у нас, опять же, стилистическое изображение, вот такое вот, необычное. И разворот, на котором у нас фотографии, ой, фотографии, тьфу, прыг фотографии, тексты ко всем композициям с альбома. Также выходные данные и благодарности людям, принимавшим участие в записи альбома, ну и выпуска данного винила. Супер! Вкладочку положили, мне очень нравится. Ну и также, ребята, не пропустили и положили нормальный матовый черный внутренний конверт с антистатической вставочкой. Однозначно классно, мне очень нравится. Подход, ну, максимально профессиональный. Я думаю, многим лейблам есть чем и поучиться у Клюкви Рекордс. Ну что, погнали. Я себе взял на вот таком вот голубом прозрачном виниле альбом. Опять же, он очень толстый, прям, ну, тяжеловесный винил. Записано, ну, великолепно все, звучит шикарно. Не знаю, честно, ремастер или нет, скорее всего, да. Но звучит все изумительно. Очень хорошо, очень ответственно подошли ребята к выпуску. На яблоках у нас название группы, название альбома, сторона А, сторона Б, 33 оборота написано и трек-лист к каждой стороне пластинки. Ну, естественно, тут на самой пластинке у нас выграверна матрица. Супер, вообще супер. Мне очень нравится. Опять же, повторюсь, однозначно стоит купить в коллекцию всем, кто думал, брать или не брать. И ждем летом репресс. И ребятам низкий поклон и благодарность за то, что выпускают такую качественную продукцию, задают темп российским лейблам, чтобы они так же старались. Мне кажется, эта планка задрана хорошо вами. И дай бог успехов продолжать в том же духе, разрастаться и радовать нас новыми релизами. Обязательно поздними альбомами, пожалуйста. Ну, не поздними, а следующими альбомами Дельфина. Мы очень будем ждать. Надеюсь, вы это посмотрите и примите к сведению. А на этом все. Спасибо, что посмотрели обзор. До новых встреч. Всем прекрасной музыки, шикарных пополнений коллекции. Пока. Пока.